МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диаблок о вечном. И с вами ее ведущий Вадим Елфимов. 2 апреля отмечается праздник единения Беларуси и России. Это светлый праздник. И он очень соответствует теме нашей сегодняшней встречи. Возлюби ближнего своего. Потому что интеграция это то, что действительно нас объединяет. То, что делает нас близкими друг к другу. И как же не дружить друг с другом со своими близкими? Присоединяйтесь к нам на интернет-площадке Диаблок.бай. А в студии у нас сегодня заместитель уполномоченного по делам религии и национальности Республики Беларусь Владимир Борисович Ламека. Но прежде чем приступить к нашей теме конкретной. Возлюби ближнего своего на белорусской земле. В щедрой и к тому же гостеприимной земле. Давайте посмотрим, как наша белорусская земля встречает представителей других народов. За довольные. Музыка. Ну что ж, это прекрасный праздник. Вы в нем участвовали? Так. Саправды, это чудовное свято. Пер за все, а сердечно витаю у всех хаталя глядачов на вашей программе. И веншую со святом, про якое вы сказали. Саправды, это свято нашего духовного. Яднанье спрадвек и русские, и белорусы, и карэнны этно жили на этой земле разом. Усходние славяне жили спрадвек у складе одной державы Киевской Руси. Мы все с Киевской купели. Так, что это, саправды, свято нашего духовного яднанья. Ну, а что датычат нашей державы? Дэкспрадвек, как я сказал, в мир и сгодзе жили разом с карэнным этноцем, яке доминуя, прикладно 80, и навэт больш процента у карэнного, это нас у белорусов на этих землях. Але, па апошнем пераписе 2009 года, яке у нас был, у нас проживая, прикладно, каля 140 национальностей, на возвы 140 национальностей. Гэта не значы, что их тут много. Ёсь прадставники, не которых национальностей адным до 10, до 50 прадставлены чалавек, але они запозиционировали себе прадставниками той або іншой национальностей. Разом с тем, есть национальности больше массовые, они мают свои громадско-культурные объединения, зарегистрованные Минюстом, и выконывают свои у отповедности со своими статутами аддукационные, культурно-осветные, информационные, доброчинные проекты. Глуберс, очень приятно, когда слова чиновника высокого, как вы, тут же подтверждают зрители из блога, вот есть цитата, Алекс-236 пишет такой, с под таким свиданием у человека, но он пишет очень коротко и ясно, в Беларуси проблемы адаптации мигрантов менее актуальны, чем в соседних странах. То есть, как будто человек из реальности подтверждает все ваши слова. Ну, я, ну, с оправдой так, мы завсёды вызначались со своей толерантностью, и, видать, Беларусь, як, можа, добрый приклад даю всему свету, что треба рабить усьомагу, махчымая, как представники усих супольностей тут пачували себе як дома, и они знайшли тут, видать, этничную родимую, я не ведаю, я завсёды ностальгирую, коли долго отсутничаю неде замежами Беларуси, мая, а маль кожны чалавек, але, кали, и он отчувая, что по разных обстоянах опынулися, и местом его другой родимой стала, наприклад, Беларусь, он напочувая себе тут як дома, ці другі для его родны дом, гэта здорова. Ну, вот ещё одна цитата. Алексей Сыса пишет из блога Сферы. «Возлюби ближнего сваего, единственная возможная стратегия долгосрочного взаимодействия всего человечества, позволяющая не погибнуть под грузом глобальных проблем и противоречий. Любовь, такое интересное чувство, пишет Сыса, не требующее никакого обоснования, любит не за что-то, а отщедрот души своей. Наиболее ярко это проявляется у представителей русской цивилизации, Белой Руси». Ну, буквально, как говорится, да, в контексте нашего. Мы садиной Днепровской купели, про гэта свята тысяча годзя говорим. Из прадвек на гэта землі тезис великого радонесского слова Сергия «Яднанням и любовью ратуемся». Гэта основа основу, вось добрабытумі навіта у сферы этноконфессиональной, якую мы курырам дозвольця, я еще добавлю, «любоўю и яднанням», «любоў» у планетарным разумені гэта слова, якая па образному значынню данта, алиг'еры сонца і все святілы рухае. І гэта ўсё чалавецтва павінна да гэта гайсті. На жаль, я заўсёды падкрэсліваю, нема дрэнных народаў, нема дрэнных дзержаў, ёсі асобныя недальнабачныя палітыкі, а яшча горш, калі, такія, які навад на гэтай глебе ажно да крывавых конфліктаў давольна удаводзець. Жарсті чалавецшыя падаграваюць вось гэтая конфліктаў. Ну, не будзем ківаць, да? К сожалению, такі примеры ціта ісць. І толькі разам, і толькі ў супольной працы ўсіх національных супольнастей і всіх конфесій. Менавіта такая палітыка ёсць, іменавіта такую пропагандуе палітыку наше ведомство апарату повноважено по справах религии і національностей. Ну, все-таки современний белорус, он человек информированный, да? И вы сами уже намекнули на то, что вокруг нас достаточно много конфликтов, да, всяких неприятностей, в том числе и на этнической, на національной почве. Вот пишет еще один наш собеседник из блогосферы, Николай Петрович. Во Франції уже доигрались с этими національными меньшинствами. Хватит пропагандировать лозунг возлюби ближнего своего. Что-то эти ближні не более-то любят свою вторую родину во Франції и расстреливают там граждан. Посмотрите на Шарлейбдо. Ну, вот таким манером. Как мы ответим такому человеку? Ну, снова таки. Кожна держава ведомо имкнеться у цивилизованому супольництві, я буду тільки тады поважать, коли она заховывая, примножая своє гисторико-культурне, окоштовності, мето накеровано, веде курс на непахиснасть сваёй національнай годнасті. Але трэба шанаваць і тых, кого ўже стала многа. Калі глядзець на тую Францую, прастаўнікоў нехрыстянская свету, там настолькі многа, што яны сьо не ўже, нельга сказаць, што яны там ровныя перад законом, але і на раўна велікась пратэндуюць. І тут ўсім разам трэба думаць, як нам жыць ў гэтай згодзі. Тое, што адбывлося шарлі, я, напрыклад, так специалист лічу, што там двайное зло, эпагеям зла забойства, і трэба было пакараць тых, хто гэта зробіў, але тое, што крытыкуюцца святыні, не славянскага свету, не хрыстянскага свету, а га каворадык мы, ісуса хрыстанава там бачыли. Ну, а жэта было бы невазможо, да, это законодательно запущено. Мы не допускаем гэта, а у нас адночы спроба была. Трэба гэта абсалютна адслежваць і не допускаць, а так мы до добра ніколі не прыдзям. Зло на зло заўсёды спараджала зло ў гіметричны прагрэсі. Чаму мы так супольна сёня сцарквояк? Можа прикладам наша дзержава становіцца. Дарэчы, у нас в мянулым годзі был православно-каталіцкі чарговый форум, і мы можам право так замагаварыць, дзе собираліся з усёй Європы працтаўнікі, кераўнікі каталіцкіх і православных епархей. У паслані да президента павыніка гэта форуму, я на вельмі высокі аценкі дали рабоцца, якая тут робіцца, падкрэсліли, што ў плані развіцца дзержавна царковна, нагасупрацовніцца і між конфісіні нагады Айлоу, Беларусь варта для пераймання многімі країнамі, і не толькі Європы і лі світу, гэта саправды ёсць, і ў гэтым накерунку трэба працаваць. Єсь ёдна цитата, так ж с Николаем Петровичем не согласна, Алекс 236 пишут. Не согласна, Николай Петровичем, в Беларусі іспокон віков сасествують каталіческі і православні храмы, синагогі і мечети. На території страны не было религиозных войн, на ней векамі бок о бок жили і ісповедували кажді свою религию, православні, католіки, іудеї, приверженці іслама, протестанты, іуніаты. Ізвестні пословиці, в чужой монастырь со своєю уставами не ходять, в Беларусі придерживались почти буквально. Що сказалось на толерантному характері нашої нації? Абсолютно докладне слово відповідається політиці нашої держави. Я навіть на наших супольностях хочу сказати. Яны паважаюць наші традиції, а мы паважаем їхні. І толькі так траба... Ну, калі, паперша, любіць сваё натуральна. Я не разумею, як не любячі сваё, можна любіць чужоя, гэта будзе фальшівая любовь. Але з павагай, да, традицій тых, хто пабар знамі. Навад калі іх немнога. Навад калі гэта мігранты апошніх гадоў. Разам з тым, ми ведам, і паэтаму ёсь спеціфічны закон абнаціональніх супольності, меншістях, яны маюць права заховаць сваю історико-культурну спадчану, сваёго карэннага этна, сопримножаць, і дзяліцца сваёй этнічнай радзімай гэтым. Этнічнай радзімі дапамагаюць, ў нас ёсць стасунки з імі. Ну да, есі вони не любят сваю землю, як вони можуть любіць беларуску? Совшевна права. Любовь – це таке свойство, яке либо є, либо нет. Якщо ви іспытываєте уваження... За учёды, ви правильно сказали, гэта земля була моцна духом адзінства міжнаціональній згоди і міжконфісійній. Так ёсь, так повинна быць і спадзяюся будзе. І дзяржавна палітика, мені ціна керавана у нас на гэтах. Ну, вот эта вот очень, я б сказав так, мудрая національна палітика, да, мудрая конфісіональна палітика, в тому числе, ещё и вот очень демократичное решение языкового вопроса, двоязычия в Республике Беларусь. Всё это способствует тому, что нас действительно... Ну, бачите, мы на вас демонструем. Вот реальное воплощение. Я беларусь невольно в своё державе. И друг друга отлично понимают. Вам больше складано, но нас все разумеют. И заботимся об одной державе. Об одной державе. Вот. Поэтому это просто замечательно. Это же просто прекрасная модель. Я просто хотел бы, может быть, попросить вас как-то больше популяризировать эту модель на международном уровне. Есть ли такие возможности у Республики Беларусь? Я вот встречался, кстати говоря, с многими представителями-экспертами. Они на экспертном уровне отмечают те достижения, которые у нас есть реально. Может быть, нам надо их больше популяризировать? Натурально. Треба быть больше открытыми. И мы стали открытыми для усяго свету. Нас зауважают. Чи, скажем, по национальных пытаниях, по расовых пытаниях. Я сам по за минулым годзе в 13-м был удельником нашей беларуской делегации, якая обороняла объединенный национальный доклад на посаджение комитета ООН о ан по расовой дискриминации. Там мы хотели нас у многим обниновачивать. То цыганам тут просто уникам Рома дрянна не быта живеться. Навэт, что у нас есть некие спробы антисемитизму. Ну, разумеется, берут приклады в интернете, некие приватные. Выдатки, выхывания особных... Старое, хорошее, может быть, не очень хорошее слово, инсинуации. Але, коли мы выступили и показали, и доказали, вельми высоко нашу политику державы ценять. Поэтому треба частей сустракаться. Я могу сказать, что, например, во Франции проблема цыган настолько остостой, что там даже избегали в официальных документах говорить цыган. Придумали такой эвфемизм. Люди, которые любят путешествовать, чтобы, так сказать, не третировать эту тему. У нас этой проблемы нет. Мы спокойно называем вещи с именами, потому что у нас все граждане живут в нормальных, абсолютно адекватных условиях. Как раз про представников Рома много до меня. Ненавито было питание. Я показал, приезжайте, и мы покажем, как живут в социально-экономичном плане. Они по узровню життя не вступают к аренному этносу. Крихумен, что интегрованы сегодня у системы адукации, натурально, чому? Я еще в середине 60-70-е годы, минулась, и они вандровный лад життя припынили. И у школы есть традиция национальная. У них 14 годов девчата замуж. Ця высшая адукация не так высоко катируется. Але школа, система адукации робит все, махче, махче. Хоча и в этом плане они были интегрованы. И они сегодня уже разумеют. Ця керовники национальной этой супольности. Олег Александрович Козловский. Я зим литерально позавчора сустракався по этих проблемах. И он выходит в международной организации, вельми авторитетный человек. То есть здесь мы больше действуем словом, убеждением, чем принуждением. Ну, треба диалог. И никто никого не повинен ламать традиции национальные, резко. Але поступово люди сами разумеют, что безвышейшая адукация, нелька сегодня и престижные работы, не просто социализируются. Они больше в соответствии с социальными стандартами белорусского. В штягом часу мы придем, что и в этом плане представники Рома будут интегрованы. Просто не надо педалить этот процесс, тогда он будет проходить ровно и спокойно. Абсолютно. Я бы хотел полностью соблюсти такую прекрасную картину, но есть все-таки некоторое волнение и среди коренного нашего населения белорусов. В том смысле, что в Беларусь мы живем хорошо. В Беларусь все больше приезжает людей. Я думаю, у вас есть статистика, соответствующая, что людей, которые приезжают в Беларусь, каждым годом количество их растет. И в этой связи возникает у многих, так скажем, белорусских обывателей вопрос, сможем ли мы соблюсти права именно коренного белорусского населения? Я зачастую слышу такие фразы из аудитории. Есть ли какие-то основания под подобными опасениями? Ну, подставы в плане того, что мы разом жили и живем в мире, але то, что у нас процент миграции расте, мы у центра Европы, это натурально. Проблема с проблем для всей Европы и той же Франции, и инших держав. Демографичная проблема. У нас же ж не то, что мы захворели тут, а то, что одно дитя... Абсолютно верно. Два дитя, тебе треба хотя бы... Там миграция идет в страны, где и так уже проходит демографический спад. И поэтому там возникает такая проблема. А еще больше проблем на Европе. И треба в всей Европе думать про это. Ну, я сам особисто, пятеро детей у семьи было, и никто не помер, и мы в сгоде и жили. Я уже, как батька, признаюсь, не так, как мой выканул. Эту демографичную программу. Вось проблема с проблемой. Все остатные... Ну, я в этой связи вспоминаю... Во владе всемогутного. И ведомо, хотелось бы, чтобы наша ментальность, белорусская, национальная самосвядомость, заковывалась, и христианская ментальность, все и Европы хотелось. Конечно, она не пошатнется, но самое главное, вы сказали, что эту проблему можно решить демографическим путем. Вот я вспоминаю в этой связи слова нашего президента. Имею мне просто... Да, и вот надо спросить, сколько вы желали, чтобы в стране было население? Он сказал, 30 миллионов. Вот эту задачу надо решать, рожать как можно больше белорусов. Глядите, чему я сказал, что мы не примаем такие свободы, какие безморальные отказности, свобода во всем, навод всем, что абсолютное зло для нас. Европа далека зашла в этих свободах. Она как раз про моральную отказность там мент за все говорила. И сегодня уже есть краины, где приняли законы об однополых шлюбах. Ну вот это ж на законодавчем узроу не замах на самое житё. Естественно. Вот человек продолжит только мужчина с женщиной, может, но если у них в связи с этим снизится рождаемость, то, конечно же, кто-то будет её восполнять, да, вот этот, как говорится, упадок населения. Рано поздно это приведет до великой беды, когда это глядеть на это... Так что мы можем сказать, что поддерживает национальное спокойствие, благополучие, стабильность в нашей стране весь комплекс, да, вот государственной политики. Не только во взаимодействии, да, вся политика, но и в области экономики, в области политики. И особливо у нас могут на этот вектор у супрацовницы с церквой. У нас есть погаднение с белорусской православной церквой. Часом, одразу пытаясь, чему вы только бачите белорусскую православную церкву? Справа в том, что абсолютно больше верников, больше тысячи годов на этих землях православья. Первая епархия православная праздщатых 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 годы после принятия христианства. В 1988 христиу князь Владимир Русь, а в 92-м праздщатых годы уже была утворена полоцкая епархия. Абсолютная большая верников. Закон об свободе сумлений религийных организациях артыкул 8 апостерня частка дозволяя заключать державе пагаднение с упрацовністыми конфесиями, які у гисторы доказали свою значность у плане духовного, культурного и державного развития нашего народа. Там у зиме пагаднение православная церква выкарыстала гэты запись закона адразу было подписано такое в 2003 годе 12 червяне пагаднение. На сёння в рамках этого пагаднение рамочного працую 14 министерства ведомства з беларускай православной церквой. Кожная в область і город Минск маюць своя программы. І па ўссіх на керунках і дзе великая плённая работа. Калі это пытані демографі тут із з Міністерством Аховы Здоров'я і з Міністерством Соціальна Абароны і Працы. Калі гэта адукацыйныя праекты і з пагаднення і пралангіровалася ўжо не аднаразова з Міністерством Адукацы. Па ліні культуры як важна сёня гармонизизіроваць, калі гаварыць пра культуру светскую культуру з релігійной культурой духовной. Гэта аснова аснов усій нашій базисній культурі. Нажаль, під маркій светської культури у нас сьогодні вельмі багато згодиться псевдо-культурі. К сожалению, я должен с этим согласиться, є определенні сложності, але в одному, абсолютно с вами согласен, гибкость, гармоничність отношений, в тому числе в сфере національних, це в першу віддати дань реальності. І ніхто не може сомневаться в той особої ролі, скажімо, православі на території Республіки Беларусь. Не надо просто знати беларуску історію, щоб в цьому не сомневаться. Разом з тим ми ніяк не дмовляєм іншим. Поглядіться, як у нас хороше сьогодні развівається не тільки межконфіціональний діалог традиційних конфесій, я маю на увазі православі і католіцизму, але і державні з ціми конфесіями. Поглядіться, католіцька царква у нас таксама має своє праєкты, хоч на сьогодні мы не маємся іще пагаднення. Але приїжджаў зусім недавна ўсе чули і бачили, державна сакратар держава Ватикан. І не просто так гэта, ўжо даўно іде працца над пагадненням із Ватиканом, але от Ватикан гэта держава сусветная, гэта крыху інша, як у нас національная православная, мы ўсё такі ў юрздыкці православная или своя національна рэлігія православна ў нас ёсі і мы заключылі. А там треба першчым, навыцца школы працавалі католіки, треба такое пагаднення. На дипломатическом уровні, да? Мяч на території Ватикана сьогодні. Церутна верно. І аны нам прапановували не одноразова, на жаль, нікатора артыкулы гэта пагаднення, праєкта пагаднення докладні, суперечат нашаму національному законодавсту. І мы категарична гаворам пад, значить, ну, нейкі там заходы конкретной конфесії, мы не будзім меняць своє національне. Оно у нас балансовано і для 25 конфесій релігійних плыньо хороше спрацовуваю. І гэта вельмі важна, стабільність. Ми маємо стабільність і здоровий баланс, і не будемо його розшатувати. Совершенно верно. Правильно. Владимир Ильич, вот ще поступила цитата із блога «Сфері». Ксюша Солнышко пишет. Насчет приїжджих. Расскажу о себе. Я нашла такого замечательного парикмахера. Парень приехав з України. По всім понятним нам причинам. Сейчас живет здесь і работает в местной парикмахерській. Делає нас, белорусських женщин, настоящими красавицями. Мы рады тем, хто живет і трудиться здесь і делает свій вклад в наше общее щастливое завтра. Ну, абсолютно як бы ВЫНИК подводить. Яка я звуть Соня. Солнышко. Соправду Соня настрій нам сегодня. У себя точный день. Но ведь, заметьте, белорусське государство тратить немалые средства, в том числе и финансовые, на поддержку беженців з України. Я знаю, что есть указ президента соответствующий, выделяются определенные средства это не нечто само собой происходящее. Это то, что находится непосредственно в сфере компетенции государства. Процессовные ресурсы нам потребны. Памятники, керавник держав сказал, 30 миллионов треба, а у нас в Аперописи только 9,5. Кабдавала добрую отдачу вся белорусская земля. Процессовные ресурсы потребны. И кто едет с миром, с добром до нас, мы с расшиненными открытыми крыленными сердцами их тут сустракаем и робим усе махчимое, не як навэт компенсировать ностальгию, калета украинцы жахлива, что там сегодня робится и мы с вами усе переживаем. Это ж, як кажуть, мы славяне браты и сестры на усходне славянских землях. И кольки годов назад и подумать про гэта нельга было, однак знайшлись такие необачливые политики. Вот як раз раскистывается эта лодочка на национальных, на межрелигийных и то, что там идет зелення конфессий. И ось в этой процессе мы стараемся это тут не допустить и нельга это допустить. Слава Богу, есть приятные поводы для перетекания трудовых ресурсов. Мы вступаем в евразийскую интеграцию, все больше будем общаться. Я думаю, что свобода перемещения, в том числе людей, она будет нам, как говорится, приносить много положительных плодов. Прившой крытыцей, кая есть до нашей державы, вельми много необъективной крытыки. Мы бачим, что нас начинают заважать и брать у многих из нас приклад. И вельми важно, что вот эта сфера, которую мы сегодня обмерковываем, становится прикметной и доминующей. Когда это разумеет большиня людей, абсолютная большиня людей, будет прогресс и будем мести до добра. Разумеете, что такое моральность? Это синоним нашего выживания. И экономика должна быть моральной, и политика моральной, и культура моральной. Усе сферы нашей деятельности. А для этого каждый человек должен быть высоком моральным. Поэтому такие категории, как мораль, культура каждого человека, сегодня выходят на первый план в умовах будовництва незалежной суверенной державы. в умовах глобализации тем больше. И это один из ключевых факторов нашей стратегичной национальной безопасности. сегодня. В условиях глобализации наши соседи и дальние ближние видят, что все национальности на территории Республики Беларусь могут жить хорошо, уютно, здесь им рады, только бы они говорили. дядя 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 богу, что это так на этой земле. Да. Слушай, спасибо большое за очень интересную беседу. Напоминаю, у нас был в гостях заместитель полномоченного по делам религии национальности Республики Беларусь Владимир Борисович Ламека. А от себя добавлю, самая лучшая модель взаимодействия со своим ближним быть ему ближним по-настоящему. И в этом смысле я хотел бы сказать, если Республика Беларусь многие иностранцы избирают местом своего дальнейшего проживания, значит, они считают нашу страну лучше. Так давайте ее улучшать вместе. До новых встреч на Диаблоге о Вечном. С вами был Вадим Елфимов. Редактор субтитров А.Семкин